Здравствуйте, уважаемые коллеги и дорогие преподаватели! Сегодняшняя презентация посвящена учебнику пятого класса по предмету воспитания. Перед вами учебная программа, которая отражает календарно-тематическое планирование предмета воспитания пятого класса. Первый раздел называется «Я гражданин». Второй раздел «Я человек». Третий «Я и мои друзья». И четвертый раздел «Я и мое наследие». Общее количество часов, отведенных для изучения предмета воспитания, 34 часа. Также перед вами распределение часов для теоретических, практических занятий, повторения и контрольных работ. По окончанию пятого класса у учащихся должны быть сформированы следующие знания, умения и навыки, а именно Учащийся умеет выражать правильное отношение к происходящему вокруг него, умеет определять себя как личность, анализирует свои поступки, знает, как вести себя в опасных ситуациях, а также ведет здоровый образ жизни. При распределении часов также были отведены темы, изучение которых требует два часа, а именно Мы в ответе за свои действия, права и обязанности человека, беречь природу наш общий долг, каждый человек достоин уважения, помощь нашим меньшим братьям, правила поведения как образ жизни, здоровье наше богатство, память вечно, честь священна, наше наследие, наша гордость, а также наши национальные традиции и ценности. Перед вами содержание предмета чувства родины и предмета воспитания. Оба этих предмета состоят из четырех глав. Но в предмете воспитания распределение тем идет по часам, соответствующие четвертям. Другими словами, первая глава «Я гражданин» содержит в себе семь тем. Вторая глава «Я человек» содержит шесть тем. Третья глава «Я и мои друзья» под нее отведены восемь тем. И четвертая глава «Я и мое наследие» семь тем. Итого двадцать восемь тем. Концептуальными основами учебника послужили концепция непрерывного духовного воспитания, а также концепция предмета «Moral Education» по примеру Объединенных Арабских Эмиратов. Авторы учебника предлагают использовать следующие условные обозначения. Внимательно прочитайте, то есть учащиеся самостоятельно должны ознакомиться с текстом. Выполните задания, то есть учащиеся выполняют задания, которые предусмотрены в учебнике. Следующий значок «Ответьте на вопросы». Учащимся предлагается ответить на вопросы, и они могут это сделать как в устной, так и в письменной форме. Следующее – это советы. Советы учащимся и преподавателям. Значок «Работа в группе» подразумевает, что учащиеся должны выполнить задания в паре или в малых группах, то есть выполнить коллективно. Следующий колокольчик «Оцените свою работу на уроке», то есть учащимся предлагается выполнить рефлексию и проанализировать, что ими усвоено за время урока. И последний значок – это задания для самоподготовки. Таким значком отмечаются домашние задания, которые учащиеся могут выполнить самостоятельно и вместе с родителями. Методика, предлагаемая авторами, подразумевает использование следующих современных образовательных технологий, а именно Диаграмма Исикавы, диаграмма Эйлера-Вена, круги Эйлера, мозговой штурм, кластер, метод анализа ситуации, эссе, метод проектов, а также игровые технологии. Цель предмета – развитие ценностей гражданских, которые проявляются в любви к родине, в гражданской активности, в гражданской культуре, нравственные ценности, которые включают в себя толерантность, справедливость, честность и милосердие, социальные ценности – дружба, доброта, взаимопомощь и уважение, а также к культурные ценности, которые выражаются в бережном отношении к культурным традициям и обычаям, достоянию Узбекистана. На примере урока 6-7 «Беречь природа – наш долг» рассмотрим методику проведения занятия. Каждый урок содержит в себе цели и их описание. Это тот результат, которым ученик должен овладеть по окончанию урока. Словарь урока содержит в себе термины и основные понятия, которые развивает понятийный аппарат ученика. Кванты знаний. Кванты знаний – это небольшие блоки теории, которые учащийся может понять с помощью объяснения преподавателя, беседы, с помощью просмотра презентации или видеофрагмента, а также самостоятельного прочтения кванта знаний. Урок 6-7 предполагает использование видеофрагмента, который посвящен экологическим проблемам и о том, как нужно беречь нашу природу. Во время просмотра видеофрагмента учащиеся изучают его содержание, а также пытаются понять, в чем смысл основного сюжета. После просмотра видеофрагмента учащимся предлагается ответить на вопросы, которые содержатся в конце этого видео, а также выполнить одно практическое задание с педагогической технологией диаграммы ИСИКАВА. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, первый вопрос, на который следует ответить учащимся, что же они увидели в этом видеофрагменте? Почему животные страдают? Каким образом человек может изменить эту ситуацию? А также учащимся предлагается выполнить практическое задание в мини-группах и составить диаграмму ИСИКАВА на тему загрязнений окружающей среды. Главное выделить причины загрязнения окружающей среды, последствия, а также решение, как эту ситуацию можно исправить или избежать ее. После того, как учащиеся освоили теоретическую часть, им предлагается выполнить интерактивную часть урока. А именно, задание 1. Попытайтесь найти пути решения экологических проблем. Можно объединиться в команды, взяться за решение одной глобальной экологической проблемы и результаты обсуждения занести в следующую таблицу. А именно, к примеру, экологическая проблема – загрязнение рек, морей и океанов. Учащимся предлагается указать причины возникновения этих проблем, а также способы решения проблем. В конце урока требуется провести рефлексию и помочь каждому учащемуся осознать, что им было усвоено за время урока. Домашним заданием к этому уроку будет подготовить речь от имени планеты Земля. Главное – дать каждому учащемуся возможность выразить свое мнение, как бы он видел эту проблему и как он от имени Земли призвал бы человечество меняться к лучшему. После этого на следующем уроке учащийся может зачитать свое домашнее задание, выступив перед классом. Для того, чтобы максимально донести цели и задачи предмета до учащихся, следует использовать мультимедийные и интерактивные уроки. А именно, к таким урокам относятся урок 6-7 «Беречь природу – наш общий долг», урок 9 «Ценность доброты», урок 11 «Мотивация моя помощница», урок 16-17 «Помощь нашим меньшим братьям», а также урок 28 «Прошлое и будущее в книгах». Хочется поделиться рекомендациями с преподавателями, которые будут преподавать предмет воспитания для учащихся 5-х классов. Активнее используйте игровые технологии. Проводите эссе для того, чтобы учащиеся научились выражать свое активное мнение. Благодарю за внимание! Продолжение следует...